самая первая операция у нас в южных степях при обработке глинистой тяжелой почвы это баранование после подзимней перекопки и последующей зимы вот это самая первая операция если вы например мульчируете на зиму и ждете что почва быстренько прогреется там для посадки чего-то нет старая сухая трава вот я тыкаю там лед а здесь я тыкаю вот за день уже местами конкретно так разморозилась ну в результате циклического промораживания многократного получается из глины из жесткой достаточно структуры самой по себе вот такая вот идеальная для посадки земелька порой нам потом говорят люди что у нас не глина у вас там сыпется как песок ну так конечно потому что мы знаем что мы с ней делаем продолжаем цикл видео про обработку тяжелой глинистой почвы для улучшения ее плодородия напоминаем у нас тяжелая земля изначально сплошная глина без органики со сплошной глиной на несколько метров в глубину между тем наши рекордные урожайности видели уже десятки миллионов человек из 140 стран рекордные урожайности потому что знаем в частности как и осенней перекопкой на зиму и весенним баранованием сделать тяжелую плотную глину рыхлой буквально как песок видно вот какая земля получилась из глины участок перед посадкой картошки не копали вот такая вон твердая вообще был бы урожай еще лучше если бы участок был скопан сейчас тонкие крупные бою заживил сломать а тут очень жесткой земле картошка росла более легкой земле слопанной было бы лучше все-таки лучше землю перекапывать с осени чтобы не было такой фигни я думал черенок не выдержит не выезжали сами это к тому что все кричат ой не надо перекапывать опять же на какой почве уточняем регионы почва особенности все от этого зависит технологии можно и не копать но опять сорняков все равно будет но вот она твердая она просто земля как бетон у нас глина ну вот наша глина видно какая цветом весной после зимы достаточно наглядно видно что она не черная и близко не черная это вот середина дня обычное освещение солнечное вот примерно весной вот так после зимы выглядит разница между линией и реальным рельефом почвы после перекопки с оборотом пласта это при том что мы не разбивали комки то есть вот старались побольше сделать именно чтобы промерзала поглубже получше вот примерно такая глубина рытвина ну естественно это все улучшает ситуацию с промерзанием почвы и причем не только самих вот этих выступов но и в глубину опять же для примера вот здесь вот по краю участка ну по сути пример замульчированности тут старая сухая трава вот я тыкаю там лед а здесь я тыкаю вот за день уже местами конкретно так разморозилась не все да к примеру тут твердый комок внутри но видно насколько разница то есть стоит вот это учитывать если вы например мульчируете на зиму и ждете что почва быстренько прогреется там для посадки чего-то нет если зимы суровые конечности где-нибудь в теплых краях у вас и под сеном даже не промерзнет это одна ситуация но вот у нас например минус 25 зимой было да но на 40 сантиметров там промерзнет запросто может даже вот с таким вот поэтому естественно если надо чтобы почва быстро разморозилась побыстрее сажать придется мульчу снимать весной ну мы поэтому и не мульчируем собственно говоря на зиму нам это не нужно это совсем другой функционал ну вот сейчас какая ситуация каждый день морозит порядка минус 10 и ниже днем до плюс 10 земля за ночь промораживается днем размораживается и так вот уже наверно пол месяца месяц это происходит день за днем снега уже в общем-то давно нету сейчас вторая половина дня ближе к вечера уже на часа четыре где-то вечера вот комок он до конца не разморозился но верхушка между тем у него уже готова и видно да ну и собственно говоря вот сейчас получается такая практически идеальная ситуация для того чтобы бегать по городу и рыхлить барановать граблями в том плане идеальное что ноги глубоко не будут вязнуть и не будут портить глубоко структуру почвы потому что она глубже просто замороженная твердая плотная поэтому рыхлиться будет только верхний слой соответственно выровняется а ноги при этом вязать не буду к примеру вот я бараную да вот вот это предел для грабли и они дальше не погружаются но при этом поверхность в общем-то выравнивают хорошо я чувствую граблями как засыпляются твердые края вот тут примеру цепляла вот здесь вот замороженная замороженная да я чувствуется но при этом а земля хорошо барануется на мелкую такую структуру бывает хуже после зимы добывай когда комками в принципе сейчас вот погода практически идеально ну что вот мы имеем на весну после промораживания видно да что происходит напоминаем что агрономически ценные размеры комков почвы от 0,25 миллиметра до 10 миллиметров более мелкие комки лежат без зазоров формируя слишком плотную почву оптимальная плотность почвы например для картофеля от 1 до 1,2 грамма на кубический сантиметр корни практически не способны развиваться при уплотнении почвы до 1,5-1,7 грамма на кубический сантиметр а при плотности почвы 2 грамма на кубический сантиметр почвенная вода уже недоступна для растений даже если воды в почве достаточно если же почвенные комки слишком крупные почва удерживает меньше воды и эта вода быстрее испаряется в воздух да и корни остаются при этом без нормального контакта с почвой и содержащимися в почве питательными веществами и водой то есть корни попросту болтаются в воздухе между крупных комков ну в результате циклического промораживания многократного получается из глины из жесткой достаточно структуры самой по себе вот такая вот идеальная для посадки земелька порой нам потом говорят люди что у нас не глина у вас там сыпется как песок ну да конечно потому что мы знаем что мы с ней делаем знаем какие у нас цели вот то иногда приходит люди рассказывают нам что вот да вот копать не надо там и так далее ну есть песок есть глина на песке может и не надо пробовали не копать такие камни да если не копать вот этого нету самый худший случай когда все время дует ветер и дождь потом опять ветер дождь и ветер и она высыхает и тогда получаются комки и твердые если заморозков нету и идут весной сразу сначала или зимой сильные дожди то земля получается забитая вот эти комки они такие твердые что и даже пальцами сложно раздавить это сейчас вот оно все такое рыхлое и хрупкое но бывает так что приходится барановать весьма большими трудозатратами все эти комки разбивать и вот настолько мелко практически невозможно сделать только если разве что полить и тогда это все разбивается поэтому когда трудная поверхность лучше либо полить либо приходить барановать с утра когда все-таки все эти комки в них больше влаги они тогда разбиваются легче но когда засыхают вот как у нас на глине все это гораздо сложнее уже но здесь вот например дождя у нас не было уже не знаю на месяц уже не было даже вот эти комки вот видно что если сильнее размер плоть сухо и пыльно но между тем вот длительно дождя нету но почва не пересыхает при всем при том что вот она замораживается размораживается вроде бы и ветер же все время думал вот я чуть-чуть провожу а здесь сырая земля потому что днем тепло а здесь очень холодный грунт лед практически несмотря на то что очень низкая влажность воздуха по ночам днем все равно влажность воздуха повышается и есть из чему конденсироваться воде из воздуха вот здесь слое почву если что из этой таблицы наглядно видно при какой температуре поверхности конденсируется влага в виде росы из водяных паров содержащихся в воздухе при той или иной температуре и влажности окружающего воздуха поэтому вода все равно здесь она сама по себе накапливается так называемый атмосферный полив получается ну вот видно насколько все вот вот эти крупные они не раздавятся они пересохли да я их руками с трудом раздавливаю их разве что грабли возьму но остальное видно вот какая земля получилась из глины причем такая рыхлая почва получается по всей площади огорода и в местах где были утоптанные ногами тропинки и грядки уплотнившиеся за сезон да и утоптанные в период уборки урожая и так она и глубже идет красота конечно это не все почему наша глина такая становится но на то мы показываем последовательно фильмы самая первая операция у нас в южных степях при обработке глинистой тяжелой почвы это баранование после подзимней перекопки и последующей зимы вот это самая первая операция при этом у нас выравнивается почва и измельчается и измельчение рыхления и выравнивание дают базовую основу и нормальный верхний слой почвы для всех последующих огородных мероприятий начиная от разметки грядок с протаптыванием тропинок до посевов посадок и ухода за растениями в течение всего сезона хотелось бы особенно обратить внимание что мы не перекапываем почву повторной весной перекопка огорода у нас только под зиму осенью а весной делаем только баранование даже если по каким-то причинам не успеваем скопать под зиму весной уже не копаем да без перекопки с осени сажать на некопанной глинистой почве конечно гораздо труднее больше сорняков и больше вредителей и заболеваний но если копать весной к трудозатратам на саму перекопку добавляются еще и весьма серьезные трудозатраты нужные для выравнивания почвы после сильного уплотнения структуры земли и ногами и инструментами при самой перекопке причем весенний период в почве обычно довольно много влаги и перекопка при избыточной влажности земли еще сильнее усиливает уплотнение почвы ухудшает ее структуру и свойства для наглядного сравнения вот в этом случае осень и мы проводим глубокое рыхление и выравнивание почвы нашим самодельным рыхлителем сразу после перекопки грядки для посадки озимого чеснока хорошо видно насколько много трудозатрат нужно чтобы выровнять и измельчить эти крупные комки получившиеся после перекопки а вот в этом случае весна и мы рыхлим почву которую перекопали тоже с осени и тоже для посадки чеснока но здесь почва которая стала гораздо более рассыпчатой после многочисленных циклов промораживания за самое холодное время года и для баранования нужно было мало усилий и для глубокого рыхления тоже нужно гораздо меньше усилий потому что тяжелая глинистая почва стала легкой и рыхлой сама собой после зимы без каких-то дополнительных усилий с нашей стороны природа сама сделала часть работы обратите внимание как после зимнего размораживания насколько более рыхло единственно выворачиваются еще не размороженные куски земли но их мы просто пока отбросим вот но в целом уже вообще обработка намного легче конечно чем по свежекопанному при посадке вот этого подзимнего земля выглядит как пух да вообще замечательно рыхленько все шикарно меленько-меленько просто супер да да красота классненько заодно происходит здесь закрытие зимней влаги то есть мы резко уменьшаем площадь рельефа и влаги испаряется намного меньше причем нарушается связь между отдельными частицами и земля в итоге даже вот эта меньшая поверхность она уже сохнет глубже вот этого рыхлого слоя намного меньше чем вот например просто там ну вот я сейчас выворотил промерзший на сквозь мороженый кусок не получилось у меня его долбануть виллы вот такое здесь вот цепляю но я когда скорожу я прям чувствую как цепляю замороженные куски если рассмотреть его ближе да блестит блестит мороз да да лед видно все прям при замерзании вода расширяется и занимает по объему на 10 процентов больше места чем в жидком виде замерзшая вода способна разрушать камни и даже стальные трубы поэтому легко разрушает и связи между частицами уплотнившейся глинистой почвы в итоге после промораживания плотность почвы становится меньше лед рыхлит почву и этот кусок почвы после размораживания станет более рыхлым чем был до замораживания конечно когда замораживание и размораживание повторяются многократно и почва становится более рыхлой после каждого размораживания в итоге при весеннем барановании буквально по одному два раза проход дает уже рыхлую землю и ровную вот пока и все если видео и информация понравились полезны ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы и на ю тубе и на дзене чтобы сразу узнавать о выходе новых видео и делитесь друзьями и напоминаем что наши видео бесплатны для всех а публикация новых видео и существование всех наших каналов из-за отключения монетизации сейчас буквально зависят от нашего голого энтузиазма и помощи зрителей вашей помощи поэтому любая ваша посильная поддержка лайками подписками ссылками на наши видео друзьям а также посильная денежная помощь нужны сейчас нашим каналам особенно и актуальные данные для финансовой поддержки можно найти в описании под нашими видео и в описании канала заранее всем спасибо удачи и отличных урожаев с вами были татьяна и евгений гордеева а если у вас есть опыт земледелия пишите в комментариях поделитесь опытом ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран комментируют и читают если и вы поделитесь комментариях собственным опытом упоминая регион условия и особенности выращивания это поможет всем легче ориентироваться понимать и успешно применять новый опыт своих условиях несмотря на климатические аномалии заранее спасибо